Татарстан. Республика инноваций. Мандарины. Главный новогодний фрукт. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Камиля Глякберова. Делегация Портапского педагогического колледжа прибыла в Казанский федеральный университет. Директор Индийского колледжа Балван Тинг и заместитель директора Манпринт Каур посетили музей истории Буза. Затем коллеги совместно с представителями Казанского университета, проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым и директором Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замлединовым подписали меморандум о взаимопонимании между образователями и учреждениями. Отметим, что на сегодняшний день в Кафе учатся более 120 студентов из Индии. Уважаемый колледж приехал на наш лингвистический саммит, который будет открываться в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Завтра он будет выступать с большой приветственной речью, которая будет посвящена в том числе вопросам преподавания языков в школах и подготовки педагогических кадров для этой сферы. Поэтому действительно тема очень важная, интересная. И вот сегодня мы подписали меморандум, точнее бумаги о продлении уже действующего меморандума на следующий период времени, который будет обозначать продолжение нашего сотрудничества. Из 5 тысяч студентов, которые сегодня обучаются у нас, это те, кто как раз обучается на программах педагогического образования. А тот институт, колледж, который сегодня присутствует и с кем сегодня был подписан договор, как раз является профессиональным учебным заведением, готовящим педагогические кадры. И на протяжении последних нескольких лет мы очень плотно сотрудничаем с данным учебным заведением. Что примечательно, это то учебное заведение, где наряду с практической подготовкой педагогических кадров ведется очень серьезная работа и в научной области. У них издается журнал, который входит в базу данных «Скопус», и мы наряду с нашими практическими работами ведем еще большую деятельность в части научно-исследовательской. В Институте психологии образования торжественно открылся Всероссийский молодежный психолого-педагогический форум с международным участием, в рамках которого провели пленарное заседание и круглый стол. Предметом обсуждения стали психологические особенности студенчества и способы их решения, а также образовательная среда и проблемы организации совместной научно-исследовательской деятельности студентов и старшеклассников в условиях психолого-педагогического класса. Также в рамках форума прошли заседания секции, где ключевой темой стало обсуждение потенциалов, рисков и эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций в области исследовательски ориентированного педагогического образования. Для меня было очень важно представить потенциал науки, насколько она может быть интересна для молодого исследователя. Я представила проекты, которые реализуются в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета, представила результаты этих исследований и рассказала о перспективах развития. Татарстан является центром притяжения инноваций. В республике не боятся создавать и открывать новое, повышая престиж региона не только на российском, но и на международном уровне. 13 декабря состоялась церемония награждения победителей 19-го республиканского конкурса «50 инновационных идей для Республики Татарстан» с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалеевича Мениханова. Подробнее о номинациях этого года и проектов участников из Казанского федерального университета узнаете в следующем сюжете. Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится ежегодно с целью стимулирования научно-исследовательской деятельности ученых, изобретателей, аспирантов, студентов и школьников. Неуклонный рост, количество участников конкурса и потенциал презентуемых идей – доказательство научно-технического прогресса в инновационной среде. Все это стало возможным благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Мениханова, правительства Татарстана и России, а также партнеров конкурса. За 19 лет своей истории конкурс стал знаковым событием в жизни республики и важным фактором врушения инновационного потенциала Татарстана. Отрадно, что интерес к конкурсу ежегодно растет, а география участников расширяется. В этом огромная заслуга наставников конкурсантов, руководителей научных направлений. Сегодня конкурс «50 лучших инновационных идей» – это площадка, на которой юный талант находит свое признание. Победителей конкурса наградили в следующих номинациях «Перспектива», «Старт инноваций», «Цифровая экономика», «Проекты национальной технической инновации», «Патент года», «Наноимпульс», «Инновации в образовании» и «Социально значимые инновации». Одним из победителей номинации «Перспектива» стал студент Химического института КФУ Марсель Нуриддинов за разработку методики проведения трассерных исследований с использованием флуоресцентных индикаторов. В моем проекте рассматривались три-четыре отдельных индикатора, и под каждый нужно было подбирать различные светофильтры на приборе, то есть и настраивать параметры излучения, соответственно провести уже анализ на спектрофлориметре, ну заранее еще подготовить все растворы, нужно было подобрать пропорции необходимые, чтобы прибор выдавал хороший результат, чтобы это было приемлемо и можно было потом встроить программу в Excel и, собственно, интерпретировать уже в графике конечной. Сотрудники Казанского федерального университета отличились и в номинации «Инновации в образовании». Победителями из КФУ в ней стали четыре заявителя. Кирилл Яковенко с проектом «Реверсивное наставничество. Цифровой аспект». Ильнас Манапов, который рассказал об организации по популяризации квантовых вычислений Q-Russia. Эльмира Ибрагимова представила проект использования татарских, русских, английских паремий в цифровом формате при изучении литературы в полилингвиальной школе. И Марина Солнышкина с образовательной агрегат платформы «Вербальный интеллект. Как зеркало развития личности». Тот проект, за который нас наградили, это на самом деле тест на вербальный интеллект. К сожалению, в нашем образовании оценку словарного запаса школьников и тем более взрослых студентов и ученых до этого никто не производил, тем более никто не автоматизировал. Мы считаем, что нам удалось сначала создать большой корпус, потом создать списки частотности, а потом разработать методику оценки словарного запаса или вербального интеллекта. И этим мы очень гордимся. География конкурса в этом году распространилась не только на республику, но и на другие регионы России и даже зарубежные государства. За 19 лет проведения конкурсов в фонд поступило свыше 29 тысяч заявок. Более 2,5 тысяч заявителей стали победителями. Многие из них успешно работают в самых разных отраслях от сельского хозяйства до медицины. Кристина Текина, Александр Кузнецов, Универновости. Наступило время года, когда витрины магазинов украшают оранжевыми красавцами. Мандарины – одни из самых популярных фруктов зимнего сезона. Обладая ярким ароматом и сочным вкусом, они не только радуют нас вкусовыми ощущениями, но и считаются настоящими кладовыми полезных питательных веществ. Мандарины – одни из самых популярных фруктов в зимнее время года. Их свежий, кисло-сладкий вкус и цитрусовый аромат, пожалуй, никого не оставляет равнодушным. Когда за окном морозы и не самая приятная температура, они играют важную роль в зимнем рационе человека. Наполняют организм витаминами и другими полезными веществами, создавая при этом новогоднюю атмосферу вокруг. Однако есть вопрос, который волнует большинство россиян ежегодно с декабря по февраль. Почему именно эти фрукты стали неотъемлемой частью новогоднего стола? Истоки идут прямиком из Китая, где они имеют символическое значение и ассоциируются с богатством и удачей. В китайском языке слово «мандарин» созвучно со словом «золото», а желто-оранжевый цвет плодов ассоциируется с благополучием и процветанием. Поэтому дарить и есть их на Новый год считается хорошим предзнаменованием для будущего года. Они также считаются символом единства и счастья для всей семьи. Во многих странах, включая Россию, также сложилась традиция дарить мандарины на Новый год. Это связано с несколькими факторами. Они созревают именно зимой, поэтому становятся доступными в большом количестве. Аромат мандаринов приятен и ассоциируется с праздником. Ну и то, что они символ богатства и изобилия, пожалуй, тоже имеет значение. Если посмотреть хронологию палеонтологии в данном случае, то многие ученые скажут, что это Южная Азия или Южно-Восточная Азия. Но на самом деле, если смотреть карту палеонтологии и генетические древа строить, то мы увидим, что первым представителем цитрусовых был родоначальник из Индии. И уже оттуда, конечно же, представители цитрусовых, как цитрон, он был популярен за счет аромата, даже не за счет съедобных качеств, а именно из аромата своей цедры, конечно же, он стал популярным и в других странах. Мандарин – это не только вкусный и полезный перекус, но и источник витаминов, особенно С и А. В холодное время года организму необходимы дополнительные защитные вещества, и фрукты становятся их отличным источником. Ярко-оранжевый цвет придает бета-каротин. Пигмент, который окрашивает плоды, является антиоксидантом и помогает защитить клетки от свободных радикалов и предотвратить развитие хронических заболеваний. Этот вид цитрусов богат природными сахарами, а их употребление может стать источником энергии на протяжении всего дня. Они также содержат множество минералов, таких как калий, фолиевая кислота и магний, способствующих нормализации функционирования организма. Ну а особенность мандаринов, в отличие от других цитрусовых, заключается в его строении. Шкурка отделяется легко, а дольки наполнены маленькими частичками соком. Это и есть самая вкусная часть у фрукта и зовется эндокарпия. Да, говоря о мандаринах и, в принципе, о других цитрусовых, мы можем представить один плод, то есть однообразный плод, так называемый гисперидий, который состоит из двух слоев. То есть кожицы – это флаведо и альбедо. Флаведо представляет собой окрашенную часть кожуры, то есть они бывают желтых, рыжих, зеленых, ярких, красных тонов. И альбедо – это как раз-таки белково-полисахаридная составляющая, цитрусовых, которые окружают уже мякоть. На рынке и в магазинах представлены различные сорта мандаринов, включая сладкие, кисло, а также гибриды с другими фруктами. Покупатели могут выбрать те, которые им больше всего нравятся и наслаждаться их вкусом в любое время суток. А узнать подробнее об этом фрукте вы сможете, посмотрев выпуск программы «Как так» на нашем телеканале. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. В Москве состоялась торжественная церемония награждения лидеров рынка Комньюс Авардс. Лучшее решение для цифровой экономики. Проект Казанского федерального университета – один из обладателей премии. На конкурс было подано более 350 заявок, а после их тщательного изучения в шорт-лист вошли 70. Проект Департамента информатизации и связи КФУ «Импортозамещение платформы для коммуникации и онлайн-обучения в Казанском федеральном университете» был отмечен номинацией «Лучшее цифровое решение в образовании». Главной идеей проекта стал поиск лучшего решения на рынке для проведения крупных гибридных и онлайн-мероприятий. Стоит отметить, что проект активно внедряется в институтах Казанского федерального университета для проведения лекций и практических занятий, а также коммуникации преподавателей с удаленными студентами, обучающимися за рубежом. Весной мы запустили проект по выбору программного обеспечения для замены иностранного в качестве приоритетного при проведении крупных мероприятий в гибридном формате, такие как КИЛС, как ИФТЕ и другие, и также для применения их в гибридном формате обучения. Наш выбор пал на вебинару, сейчас он на НТС-линк. Мы с коллегами очень успешно провели внедрение, провели крупный форум ИФТЕ в 2027 году. В ИТ-парке имени Башира Ромеева прошло открытие молодежного республиканского форума «Наш Татарстан», в рамках которого состоялось награждение работников сферы молодежной политики. Сотрудники Казанского федерального университета в их числе. Дипломами 1, 2 и 3 степени по итогам республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы молодежной политики были отмечены. Руководитель Центра по организации временной занятости обучающихся Департаменту по молодежной политике Наиль Вяльшин. Старший преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Ильдания Незамбиева. И специалист по работе с молодежью отдела организации заселения и внеучебной работы в общежитиях Департамента по молодежной политике Яна Оглоблина. Поздравляем коллег! В прошлом году наш коллега, работник Департамента молодежной политики, победил в этой номинации. И в этом году КФУ занял весь педестал победителей в этой номинации. В городе Ланджоу прошел форум в Северо-Западном педагогическом университете. Спикером форума стала директор Илабужского института Казанского федерального университета Елена Мерзон. Она выступила с докладом на тему «Непрерывная подготовка учителей в условиях классического университета», представив опыт педагогического образования КФУ. Также в рамках визита состоялись переговоры директора Илабужского института с ректором Северо-Западного педагогического университета. Были достигнуты соглашения об усилении академической мобильности. Так, в Илабужский институт будет направлен преподаватель Северо-Западного педагогического университета, чтобы вести занятия в отделении иностранных языков. А семь студентов института в весеннем семестре направятся на обучение в Усла-Джоу. На этом все. В студии была Камиля Глякберва. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!